Меня зовут Александр Олейник, я преподаватель компьютерной школы Гилель блока СММ и это видео я хотел посвятить анализу рекламных кампаний Facebook. Почему? Потому что запуск рекламных кампаний это одно, а анализ, аналитика данных, которые мы получаем, это достаточно сложный процесс, в котором тоже содержится часть успеха и часть дальнейшей эффективности рекламной кампании. Для примера мы возьмем группу объявлений, когда тестов мы запускали на одинаковую аудиторию с разными кнопками, ну допустим. Впервые, когда вы заходите в Ad Manager, Facebook предлагает вам одинаковые отчеты, но есть несколько хитростей, которые помогают проанализировать более глубоко вашу рекламную кампанию. У нас есть три группы объявлений и данные по ним. На самом деле в верхней правой части вы можете выбрать за какой срок хотите анализировать данные, это может быть один день, это может быть неделя, это может быть последняя неделя, последние 14 дней, но в данном случае мы будем анализировать за весь род действия. Вот. Что у нас есть? Столбцы для каждой группы объявлений, но это не все. Эти столбцы можно самостоятельно выбрать, какое отображение статистики вы хотите получать. Чаще всего я делаю эффективность и клики, потому что эта разбивка помогает лучше понять, что действительно анализировать, потому что больше данных. Ну и в данном случае мы ввели трафик на сайт, и у нас есть точные данные по количеству результатов на сайт, сколько человек было охвачено, сколько человек перешло на сайт, какая частота показа объявлений, что такое частота, это сколько в среднем ваша аудитория из захвата видела рекламное объявление. В некоторых случаях, если вы ведете рекламу для холодной аудитории, то после частоты, когда частота уже равняется двум, желательно ее поменять, потому что поменять, поменять визуал и поменять текст, чтобы реклама не, ну, чтобы люди не устали от вашей рекламной кампании. У нас есть стоимость за трафик, сколько для конкретного, для конкретной группы объявлений стоил переход на сайт. И уже тут мы видим, что третья группа объявлений получилась для нас дешевле, чем все остальные. Но опять же, Facebook даже в этой разбивке дает достаточно много ненужных данных. И в этом случае, конечно же, я кликаю на столбцы и на настройку столбцов. Именно здесь у нас есть возможность собрать те столбцы, которые действительно важны для анализа. В левой колонке у нас блоки с абсолютно всеми метриками, которые Facebook нам может вывести. На самом деле, Facebook дает очень глубокие данные. В правой стороне, в правом столбце мы можем размещать, менять столбцы по порядку, как мы хотим, чтобы они были видны. Итак, если мы ведем трафик на сайт, это самая частая реклама у многих рекламодателей, что нам необходимо оставить в результатах? Ну, название группы объявлений мы оставляем. Доставка. Надо ли нам столбец, который показывает, работает реклама или нет? Скорее всего, нет. Результаты мы сейчас уберем. Почему? Потому что в результатах Facebook показывает именно те показатели, какая была цель у рекламной кампании. Я сейчас уберу, потом объясню, почему. Охват. Сколько людей увидело, сколько уникальных пользователей увидело вашу рекламу? Окей, мы это оставляем. Цены за результаты тоже убираем. Частота остается. Потраченная сумма на самом деле нужна. Мы же хотим видеть, сколько мы потратили на каждую из групп объявлений. Бюджет, скорее всего, не нужен, потому что бюджет показывает, сколько мы тратили в день, либо сколько мы хотели потратить. Если мы говорим про трафик на сайт, то какие данные нам нужны? Клики на ссылку. Поднимаем вверх. Сколько стоил нам этот клик CPC? И, конечно же, CTR, кликабельность объявлений. Точнее, это показатель, который ярче всего показывает, насколько хорошо была настроена реклама. Чем больше процент людей, которые перешли по ссылке с ваших объявлений, тем реклама была настроена лучше. Тем лучше работает наше объявление внутри группы объявлений. Конец, начало не всегда необходима. Оценка актуальности – это средний показатель в Facebook, который он выводит. Мы на него чаще всего не ориентируемся, потому что это такая цифра, взятая с потолка, и ее можно игнорировать пока что. Кроме кликов на ссылку, у нас есть, конечно же, все клики, которые вмещают себя и клики на ссылку, и клики на страницу, и клики на хэштеги, и любые взаимодействия с рекламной компанией. Это, скорее-таки, дополнительные метрики, которые показывают не сколько людей перешли вообще на сайт, а сколько вообще было заинтересованных пользователей, которые не проигнорировали ваши рекламные сообщения в ленте новостей. Показы, вот если охват у нас показывает, сколько уникальных пользователей, то показывает, сколько вообще раз было показано ваше рекламное объявление. Конечно же, если показы поделить на охват, у нас получится частота. И CPM – это стоимость за тысячу показов. В некоторых случаях эта метрика действительно тоже важна. Какие еще метрики Facebook выдает? Можно посчитать в среднем что угодно. Если мы говорим про публикации, это вовлеченность для страниц, отместки «нравится», да, сколько вы получили с этой рекламной кампании, сколько раз люди, которые увидели вашу страницу, ее потом упомянули. На самом деле рекомендую ознакомиться со всеми метриками. И вот Facebook не зря дает информацию и рассказывает, какая метрика, за что отвечают. Окей, давайте посмотрим, что у нас получилось. Применяем эти действия. И мы видим, что уже в такой последовательности нам намного удобнее анализировать данные. У нас есть клики на сайт, клики на ссылку, CPC и CTR. Три основных показателя, которые показывают, насколько хорошо была настроена реклама трафика на сайт. Вот, кстати, CTR, нам тут уже видно лучше, какая группа объявлений сработала хорошо, а какая нет. Ну, с учетом того, что у нас были небольшие показатели, то и CTR пока что у нас такой усоединенный, но не показательный. Обычно ориентируется, когда было 100 кликов на сайт, тогда уже более-менее эти показатели будут приближены к среднестатистическим. Ну, вы знаете, есть теория статистики, какие-то законы статистики. И чем больше данных, тем ближе средняя цена, средние показатели к истине. Окей. Что важно, вот в настройке столбцов тут появляется кнопка «Сохранить». И вы этот отчет можете назвать себе «Трафик на сайт» и эту разбивку потом использовать в дальнейших… Видите, она сохранилась. В дальнейших анализах ваших рекламных кампаний. Что важно, что мало кто применяет, для глубокого анализа есть еще кнопка «Разбивка». Facebook, вашу группу объявлений, может разбить по возрасту, по полу, по волу и возрасту, по регионам, если вы, или по странам, если вы запускаете рекламу на всю Украину, либо на несколько стран одновременно. Также показывает плейсменты, где была размещена реклама Instagram, Facebook, лента новостей, или это персональные компьютеры, а также устройства. Это интересно посмотреть. Давайте, допустим, кликнем по возрасту и полу. Возраст и пол. И если мы говорим, что CTR для нас самый важный показатель, либо стоимость клика на сайт самый важный показатель, мы можем ранжировать показатели в этом столбце. И мы видим, что одни из самых высоких показателей CTR у нас мужчины 35-44 и женщины 35-44. Также мы видим, что именно для этих аудиторий стоимость клика на сайт была ниже для этой группы объявлений. Вот еще одна есть 25-34 мужской и 25-34 женский. И вот такие данные, вот такой анализ нам может сказать следующее, что для этой группы объявлений, для улучшения показателей, ее можно сократить, убрать неэффективные аудитории. Допустим, 18-24 женский и мужской, просто сузить аудиторию до возраста 25-45 лет для мужчин и женщин. Если мы видим, что если мы разобьем, допустим, только по полу, мы тоже увидим, что женщины лучше реагируют на рекламу, чем мужчины, хотя привлечение их на сайт все равно стоит дороже. И вот такие вот манипуляции могут вам сказать, окей, если женщины реагируют лучше, может быть, нам их стоит выделить в отдельную группу объявлений. В том случае, если у вас правильно установлен пиксель на вашем сайте, то есть он считывает конверсии уже на сайте, есть один лайфхак, который позволяет еще больше сужать аудиторию, для того, чтобы за меньшие деньги привлечь как можно больше уже конкретных целевых посетителей, которые у вас, допустим, зарегистрировались на сайте или совершили покупку. Для этого мы добавляем столбцы лиды сайта и цена за лид сайта, то есть стоимость привлечения, где Facebook делит бюджет, потраченный на эту группу объявлений, делит на количество лидов, количество регистраций на сайте. Для этой рекламы мы ввели рекламу на чужой сайт, где у нас не было, в принципе, права и возможности устанавливать пиксели. Но, предположим, добавив эти столбцы, вы видите, во-первых, какая группа объявлений принесла вам больше лидов, они бы появились в этой колонке, и стоимость лидов для каждой группы объявлений. И, что самое важное, разбивая, допустим, возраст и пол, либо страну, либо даже, секундочку, либо даже устройство показов, вы можете увидеть, что там, допустим, аудитория с айфонов зарегистрируется в большем количестве случаев, и включение такой аудитории дешевле. В этом случае вам необходимо просто сузить показы рекламы только на айфоне, либо только на андроиды, либо только на мужчин, либо только на женщин, либо наоборот сузить возраст. Это такие основные действия, которые помогут вам анализировать вашу рекламу. Во-первых, создать удобный для себя интерфейс анализа рекламы, где в столбцах указать те метрики, которые действительно важны для вас, как маркетолога, либо для владельца бизнеса. И, во-вторых, поиграться с разбивкой для понимания того, какой сегмент из этой группы объявлений, из этой аудитории лучше реагирует на вашу рекламу, и в идеале, кто лучше, дешевле конвертируется на вашем сайте. Напомню, что вот здесь, в настройке столбцов, при правильной установке всех пикселей, Facebook может выдавать количество конверсий в ввод платежной информации. То есть всю воронку продажи на сайте вы можете отслеживать, не переключаясь на Google Аналитику, а прямо в рекламном кабинете Facebook. Завершение регистрации, покупка на сайте, просмотр материалов, когда аудитория просто смотрит каждый из товаров, если у вас e-commerce. Ну и, конечно же, стоимость за каждую эту конверсию или по микроконверсию на вашем сайте. Вот. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, потому что эти видео будут регулярными. До встречи на курсах, до встречи на выступлениях. Больших вам конверсий и удачи в бизнесе.